Привет дорогие друзья! На самом деле Зеленский хочет проигрыша Украины, это уже очевидно, он не хочет проигрыша Зеленского. Смотрите, сегодня услышал эту версию, да, впервые ее начали озвучивать, на самом деле я об этом говорю очень давно. И у меня такое впечатление, что Зеленский делает все для того, чтобы не получилось. Объясню. То есть изначально, что мы видим? Какой перелом мы увидели в этой войне? Ну, за перелом пытались выдать, это получился перелом ноги, как говорится, попытались выдать Курскую суперспецоперацию, вторжение в Курскую область и пошло все не по плану. Почему пошло не по плану? Потому что план читался. Ну вот смотрите, та же самая история сейчас происходит с дальнобойными ракетами. Допустим, мое мнение, что они поломаются и дадут эти дальнобойные ракеты, но Зеленскому не надо, чтобы они их давали. Сейчас поясню. Смотрите, они дадут эти дальнобойные ракеты, но русские это же не реально не Ванька Встанька, да. Русские уже ушли далеко вперед, это не русские 22 года, февраля или марта или даже там осени 22 года. И понятное дело, что они просто так не сидят хлопая ушами и не ожидают пока эти дальнобойные ракеты, когда их на самом деле дадут, начнут бить по местам, которые для них важны. Ну то есть, что там имеется ввиду, аэропорты, аэродромы стратегической авиации, какие-то, я не знаю, может по пусковым установкам жарят. Ну это уже будет его последний, последний вариант вызвать ядерку. Я говорил давно о том, что полностью, у меня полностью сложилось впечатление, что Зеленскому нужна удар ядерным оружием. Нужен удар тактическим ядерным оружием. Плюс, как меня уверяют, повторюсь, специалисты, что это не вызовет прям масштабной планетарной катастрофы, а это вызовет там определенные последствия, потом даже радиация уйдет. Но разрушение будет колоссальное и, конечно же, это будет аргументом для Зеленского, для того, чтобы сказать, ну все, все, у Украины нет ядерного оружия, они ударили по нам ядерным оружием. Ну все, что теперь? Ну теперь мы вынуждены просто пойти, ну это не будет называться капитуляцией, а завершить на тех условиях, на которых нас вынудили. И Запад нас не поддержал, он не протянул руку помощи. Давайте посмотрим за эволюцией требований Зеленского. Мы уже говорили, но давайте посмотрим с другой стороны. Мне кажется, давайте посмотрим так, он постоянно просит, надеясь на то, что это не дадут. То есть сначала выпрашиваются летальное оружие, вы помните, что было? Нет никакого летального оружия, и вот он выпрашивал летальное оружие, и дают летальное оружие. Ну все, тут уже не скажешь, что не дают. Потом у нас там со снарядами не то, пальто, да, дают снаряды, распотрошили свои склады. Но когда к нам на самом деле придут байрактары, все, это байрактар, это изменит все. Вы видели, как азербайджанцы с армянами? Вот это вот мы будем. Приходят байрактары, сошло на нет. Но уже нет байрактаров. Это как притула собирал на спутник смерти. Собрали на спутник смерти, смерти продолжаются, только не тех, кого думали. Вот, с байрактарами тишина, потом танки, там были еще промежуточные этапы, там всего не упомнишь. Потом танки, придут леопарды, это все. Вот это вот уже, вот это пришли леопарды, сгорели все, не знаю, есть там сейчас леопарды, нет. Потом придут абрамсы, пришли абрамсы, сгорели, есть там абрамсы, нет, я не знаю, спрятали где-то в Хмельницкой области. Вот таких вот этапов было много. И когда говорят, Зеленский супер выпрашивающий, лучше, чем он, никто не выпрашивает, поэтому это наш супер президент, супер попрошайка. А если посмотреть на это с точки зрения, что Зеленский не хотел, чтобы этого всего давали, а Запад, для того, чтобы не давать аргументы Зеленскому, типа мы не дали и он проиграл, дает это. Когда мы смотрим то, что делает Бундестаг, к примеру, со своей собственной армией, со своими запасами, то у нас как бы непонимание, что они творят. Но они полностью уже раздели и разоружили свои собственные армии. Это же нелогично, тупорылые, говорим мы. А если они не тупорылые, а если они не хотят давать возможности Зеленскому кивать на них и говорить, они мне не дали. Посмотрите, выпрашивали там пакет помощи у штатов и все возражали, а потом внезапно перепрофилировался республиканец, от которого это по сути там зависело и он говорит, да, дадим Украине, а может быть он перепрофилировался и перестегнул шлемы не потому, что он тупорылый, а может быть потому, что он как раз таки умный. И они решили, на Зеленский, и этот пакет помощи на, ты не будешь говорить, мы знаем, что вы его разворуете, что это пойдет не на войска, а на дачи в казине где-то там под Киевом. Нет, возьми, чтобы ты не говорил, что ты проигрываешь из-за нас. Теперь смотрите, происходит что, F-16, да, ну что, F-16 и все. Почему они не дают F-16? Дайте нам F-16, у нас нет F-16, поэтому, у нас нет, нате вам F-16. И что, что-то изменилось? Все, ушло из повестки, ушло упоминание F-16. Вон, взлетел, упал, все. Теперь дальнобойные ракеты, и опять это ставится, как вроде это краеугольный камень всего. Обратите внимание, если нам не дают, мы не можем выиграть. Все подхватывают этот тезис, и уже повторяют Ермак, повторяют все министры, повторяют пропагандисты, повторяют любое собачье говно. На улице спроси, а он скажет, ой-ой-ой, нам не дают, цинку нам не дают, вот это если бы мы дали ракетами этими. Русские, а Россия огромная. Россия очень огромная страна, этого мы отрицать не будем. И поэтому они уберут, им есть куда убрать те же самые аэродромы, стратегические авиации. Им есть куда это все переместить, и туда ничего не добьет. Но даже сейчас туда много чего добивает, к примеру там дроны, ГУР, СБУ. Могли бы добить? Могли бы. Что произошло с ракетами? Вы знаете, меня на эту мысль вообще натолкнула ракеты, иранские ракеты. Говорят, что Россия получит сейчас иранские ракеты. Об этом написали, написали до того, как Россия получает. Иран заявляет, что еще не получили. Вполне возможно, они как раз в то время шли морем. И поэтому иран мог, честно сказать, они еще не получили. Но оно же идет морем. Короче, Киев получает данную информацию. И что делает? Можно прикинуть, на самолетах их будут везти? Нет, их будут везти морским путем. Куда они могут прибыть? Сюда или сюда? Два порта. В итоге, в один из портов оно таки приходит. Но мы же ничего не можем с этим сделать, говорит СБУ и ГУР. Могут. Их даже никто не спрашивает. А вы что-то пытались с этим сделать? Могут. Но они предпочитают заниматься пиаром. Почему-то какие-то пиар-удары происходят. Происходит пиар-нападение на какого-то малоизвестного журналиста из какого-то там ВГТРК Белгорода. Я не помню откуда, но ГУР заявляет громогласно. Мы его там чуть не террористы, кстати. Мы его там убили. Все, оказывается он жив, но тяжело ранен. Все такое. Подождите. У вас есть дроны. Вы ими хвастались. Плюс вы проводите операции на территории Российской Федерации. А чего же вы тогда прибытие этих ракет не встретили своими дронами? Если вы проводите операции на территории Российской Федерации, почему же вы дали, чтобы эти ракеты зашли? А может быть для того, чтобы у Зеленского был аргумент, смотрите-ка, у них баллистические ракеты. А что мы теперь можем против них сделать? Может быть все вот эти выпрашивания в надежде на то, что не дадут. Зеленскому надо постоянно быть обиженником, обиженным. Мне не дадали. Вот если бы мне дали то, то получилось бы. Дали бы это. Выяснили уже всем партнерам, почему Украине действительно потребна достатная долгобильность. Поэтому для Зеленского сейчас идеальная ситуация, когда не дают разрешения на удары ракетами вглубь Российской Федерации. А он что, сам не может начать бить? Не хватает ракет, бей дронами. Да делайте что угодно, Господи. Вот у нас летит на 200 километров, а нам надо 300 километров. Боже мой, 100 километров, как важны эти 100 километров, согласитесь. Или куда он собрался бить? По Кремлю? Так нет же. Зеленский, выпрашивая эти ракеты, хочет, чтобы их не дали. Выпрашивая разрешение, он хочет, чтобы его не дали. Потому что тогда он будет аргументировать, мне не дали. И на Западе вполне возможно это уже наконец-то поняли. Поняли. И возможно поняли еще давным-давно. Ну все-таки я думаю, не могут быть они такими тупородами. Хотя я сейчас смотрю на новый состав Еврокомиссии и понимаю, что фон дер Ляйн выпрашивает просто войну с Российской Федерацией и с ее союзниками. Ну окей. Вот представим, что они не такие тупые и они давно это поняли. И они поэтому удовлетворяли все хотелки Зеленского. Не потому что они любят Зеленского, уважают Зеленского или там считают Зеленского вообще кем-то. А только лишь для того, чтобы у Зеленского не было вариантов поднять руки. Сегодня я услышал эту версию абсолютно неожиданного человека, который говорит, а Зеленский же хочет капитуляции. Он мечтает о капитуляции, но для того, чтобы капитулировать, ему нужен железопитонный аргумент нам не дали. Возможно, что он хотел капитулировать еще тогда, когда выпрашивал леопарды. И если бы их не дали, он бы уже давно капитулировал. Возможно, Зеленский хотел капитулировать, когда выпрашивал F-16. Бесполезные F-16. Обучение на которых очень долгое, нудное и которое не могут пройти украинские пилоты, потому что и пилотов нет. Два последних, более-менее профессиональных, погибли. Может быть, Зеленский выпрашивает эти удары, чтобы ему их не разрешили. Для того, чтобы, эх, как-то телка брошенка, махнуть рукой и сказать, ну а что теперь жизнь моя разбитая и капитулировать. Может быть, он бросил последние боеспособные подразделения в самоубийственную атаку на Курскую область, где они завязли и погибнут нахрен все. Вон я сегодня уже в телеграм показал новый котел. Небольшой такой котлишко. Для того, чтобы сказать, а что мы теперь можем делать. Следующая его хотелка, возможно, выдайте нам всех, кто убежал. Выдайте нам всех тех мужиков, которые у вас находятся, потому что нам некому служить. Что мне делать некому служить? Понимаете, фишка в чем? И Запад тогда будет вынужден выдать этих людей. Или делать какие-то шаги для того, чтобы их выдавливать. Потому что в противном случае Зеленский капитулирует. Запад не хочет, чтобы Зеленский капитулировал перед Путиным и сдал ему кучу территорий. Несмотря на то, что они там квакают о том, что Зеленский не будет сдавать. Даже в этом плане победы даже не предусмотрено такое и так далее. А я думаю, предусмотрено. Я думаю, предусмотрено. Смотрите теперь на каждую хотелку Зеленского с той позиции, что он у него же не... Это же как баба, которая золотая рыбка, понимаете? Он сидит у разбитого корыта и что-то просит, просит. А потом уже царицей морской. Они даже царицей морской его назначат. Лишь бы у него не было этого аргумента. А аргумент этот у него будет для собственного населения. Ну для мира понятно все такое, но мир все равно не поверит. Ну и тупорылые в мире могут поверить. Но для собственного населения. Вот смотрите, они предали нас, не дали. Несмотря на то, что три года сейчас почти держатся исключительно благодаря помощи Запада. У самих ничего. Ничего. Все сборы, последнее высасывание собственных денег у своего населения, заканчивается распределением денег у волонтеров. Воры нормально себя чувствуют. Ничего. Никаких производств, о которых так долго рассказывали. Мы будем под землей производить. Мы будем над землей производить. Под дном морским. Ни хрена не производят. Уже бы давно производили ракеты. Такие, которые требуются. И били бы ими, не надо ни у кого спрашивать разрешения. Свои ракеты своими бей. Нет. За три года не смогли ничего сделать. Только выпрашивают. Потому что делать свое невыгодно. Выгодно просить. Выгодно, чтобы отказались. Подумайте над этим. Над этой гипотезой. Очень, мне кажется, очень близкая к реальности гипотеза. Мы просто думаем, что вот он там. Да он мечтает, чтобы они отказали. Мечтает. Но он не сам это мечтает. Я думаю, что он достаточно тупой человек. Он действительно глупый человек. Скорее всего, Ермак подсказал. Или кто-то там рядом. Нужен аргумент для своего населения. Почему? Он уже готов. Внутри он уже отказался в Донецкой области. Это видно. Донецкая, Луганская, это уже все понятно. Про Крым. Ну, это только дебил может думать о том, что Крым что-то там с ним скоро будет. Или не скоро даже. Не один последующий президент после Путина. А мы уже видим, что происходит с российской оппозицией. Они сейчас больше всего заняты грызнёй друг с другом. Оказывается, они заказывают друг на друга уже покушение. А потом говорили, что это русские и покушались. И оказывается, они друг на друга. Короче, следующим президентом после Путина такое все равно когда-нибудь произойдет. Будет все равно человек продолжатель дел его. Никто не будет отдавать земли. Это очевидно. Но то у них то ладно. А сам Зеленский смирился с этим. Он уже это принял. И он ждет только одного. Чтобы чего-то не дали. И чтобы он мог капитулировать. Друзья, вот такая вот у него. Не очень умная, но уже очень читаемая. Многоходовка. Следующим запросят, возможно, ядерку. Прикиньте. Если дадут это, то следующая ядерка. Ну все, у Беларуси уже есть. Дайте нам ядерку. А, не даете ядерку? Ну все, давайте. Плюс, по моей информации, конечно, неподтвержденные. Но они замышляют в ближайшие дни удары по каким-то стратегическим объектам Российской Федерации. Для того, чтобы в последний раз попытаться, может быть, спровоцировать этот все-таки удар ядеркой. Я полагаю, что мост. Хотя там все укреплено и все вроде как готовы, но я полагаю, что мост, удары по аэродромам, стратегической авиации, они делают, что уже может привести по стратегии, по концепции ответного ядерного удара. Это может уже привести к удару ядерным оружием, удары по носителям стратегического вооружения, но тем не менее, по стратегической авиации. Но тем не менее, Кремль молчит. Они провоцировали, провоцировали, провоцировали во всех СМИ. Кремль терпит. Но терпит не потому, что, как многие думают, что, потому что тоже разгадал эту историю. Мне кажется так. Пока, дорогие друзья, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Прямо как алмазная пуля. Серьезно. Алмазная пуля. Вдруг ты понимаешь, все очень-очень четко, анализируя то, что происходит на протяжении последних трех лет. Правда интересно? Пока.